Приветствую вас. Я думаю, что основная проблема заключается в том, что вы не совсем грамотно расставили свои личные границы со своей женой. И, наверное, в том, что вы свою любовь понимаете как обязательно какой-то элемент спасения, может быть спасательства и так далее. Вот. То есть, ну, во-первых, тут понятно, что важно выяснить вообще о многих основаниях вы своей женой начали встречаться, да, быть вместе. Вот. То есть, вот вы пишете, да, что вы с женой почти год живете. А когда вы поженились, сколько вы знали друг друга до этого, да. То есть, то, что вы живете вместе год, это хорошо. Но у этого, очевидно, есть какая-то еще предыстория. Вот. Поэтому, что вас объединяет, что вас связывает, сколько доверяет вам ваша жена, да. То есть, вот эти вот вещи все они как бы нуждаются в корректировании, да, так или иначе. Так или иначе. И очень важно с этими, с этими моментами работать. То есть, как бы, ну, в этом кроется проблема. Одна из проблем кроется в этом. Дальше. Значит, а вы, как я и сказал, не совсем корректно расставили свои личные границы, в том смысле, что вы пытаетесь свою жену спасать от ее проблем. А она это воспринимает, как вмещательство в свою личную жизнь. Вот. Очевидно. В свое личное процесс, которое вам, ну, в силу, может быть, времени, что вы вместе, может быть, в силу ее характера, расклада ума, недоступно. Вот. Это нужно понимать очень хорошо. Очень хорошо эти вещи у нас нужно понимать, потому что, если вы это делаете, например, для себя, а не для нее, вы пытаетесь ей помочь, то вряд ли в этом будет что-то хорошее и для вас, и для нее. Это очень важный момент. А вот. Значит, а... У нее проблемы. И я с вами, как бы, ну, в целом согласен, да, что у человека, ну, могут быть проблемы. Что это, в принципе, нормальная история, нормальная история, когда у человека проблемы. Вот. Ага. Но, когда вы навязываетесь, когда вы навязываетесь именно, а это, к сожалению, выглядит так, как будто вы навязываетесь. Вот. Что она воспринимает это, скорее, негативно, чем позитивно, и в этом смысле... Ну, как бы, ее реакция, она загономерна. То есть, на самом деле, как бы, ваша... Ваша повисия, она напоминает, как, знаете, принуждение. Такое впечатление, что пытаетесь ее принудить к тому, чтобы она вам рассказала. Вот. И сейчас наилучшим вариантом для вас, на мой взгляд, будет только перестать ее... Ну, перестать до нее докапываться, да? Вот. То есть, как бы, как бы перестать ее вот, ну, как-то... Ну, притеснять, притеснять, да? Вот. Это очень... Очень важный момент здесь. Далее вы спрашиваете о том, что вам делать, да? И опять же вопрос, что делать, чтобы, ну, чтобы, чтобы что? Что вы хотите по итогу? А, значит... Помочь ей, да? Ну, вас... Как бы вряд ли получится. Ну, потому что... Ей нужно самой захотеть, чтобы ей помогли, а она не хочет. А тем, что вы на нее давите, ну, не вызывает у нее желания перед вами, как бы раскрываться, да? Вот. Поэтому тут история вот такая... На мой взгляд, то есть, определите, что вот, насколько вообще между вами общего, да? То есть, насколько много между вами общего. Если между вами общего между вами общего между вами. Определите, для чего вы хотите... для чего вы хотите выяснять у своей жены ее проблемы. Вот. И... Соответственно... На это, в первую очередь, обратите внимание. Вот. Понимаете? На это вам нужно обращаться внимание. В первую очередь. А дальше вообще, в принципе... Разбираться нужно будет по... Ну, по факту. По факту, что, откуда, из-за чего и как происходит. Вот. Вот. Слишком мало информации стало. Что-то описывать. Это... Эээ... Ну, это скорее... Следствие. Это не причина. Это скорее следствие. Следствие проблем. Проблемы. Точнее. Точнее. А... Вот. Эээ... В принципе... Так, я думаю... Можно вам ответить... На вопрос. Который вы задаете. А... Надеюсь, что это было полезно. Хоть и мало, но мало, потому что... Нет информации о вас. Никакой больше. Вот. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Значит... Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Пока не произошло. Продолжение следует...